Говорит Брянщина, край воинской и партизанской славы. Более 75 лет назад наши деды и прадеды осводили от нацизма родную землю, соседнюю Украину, а затем и всю Европу. Тогда казалось, что коричневая гадина, основанная на идеях ненависти одних народов и исключительности других, навсегда побеждена. Но это оказалось не так. На братской Украине подняли голову последователи нацистских приуступников, строящие свою власть на звериной ненависти к России, русскому языку и всем тем, кто смеет на нем говорить. Прямо отвечаем им всем. Не стыдно помогать братскому народу сбросить нацистский режим. Не стыдно вставать на благое дело. Не стыдно защищать грудью женщин, стариков и детей. Брянщина не просто граничит с Украиной. У нас там родственники, друзья, близкие и родные люди. Восемь лет мы наблюдали за тем, как им дал бы люсь головы, жуткие мысли, что Россия это враг и противник, и лучше бы нам подохнуть. А тем, кто не соглашался с этим нацистским бредом, изгонялись или объявлялись сепаратистами. Восемь лет люди жили в аду. Старики, женщины, дети. Все они были жертвами нацистских бомбежек. Уже более 14 тысяч убитых мирных жителей. Вот цена, которую заплатил Донбасс нацистской хунте за свое право оставаться русскоговорящим. А вот, играя пацифистскими лозунгами, поддерживая эту хунту, бояться потерять контракты с западных подрядчиков, чирикать и постить в социальных сетях фейки, разработанные против наших ребят, выходить на митинги против спецопераций, а по сути плевать в спины нашим ребятам, вот это действительно стыдно. Это надо было прекращать. И наш президент принял единственное правильное решение. А события последних дней показали, кто истинный друг, а кто враг. И в мире, и внутри страны. Нашлись и те, кто заявляет, что им стыдно быть русскими из-за этой спецоперации. Брянщина говорит всем участникам спецоперации Искренним нацизм! Работайте, братья! За Россию! За Путина! За Россию! За Россию! За Россию! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова